В начале недели в Якутске прошел Республиканский совет психологов. Он собрал более 80 специалистов этой области со всей республики. Они обсуждали особенности работы в полиэтническом регионе, коим является Якутия. Говорили и об особенностях практики в северных климатических условиях. Ведь менталитет якутян отличается от классических канонов, прописанных в учебниках по психологии. Подробнее о психологической службе региона расскажет Саргалана Федорова. Знатоки человеческой души, психологи изучают многогранный разум человека, ежедневно сталкиваясь с общечеловеческими проблемами и со сложными частными случаями. Сегодня в республике работает более 700 психологов, среди которых практикующие, семейные, спортивные психологи, коучи. При этом не хватает клинических психологов, которые работают с людьми, страдающими неврозом. В этом году Институт психологии Северо-Восточного федерального университета впервые выпустят 12 специалистов по направлению клиническая психология. Это очень узкая область. Специалист, консультируя или проводя психодиагностику, может столкнуться с патологией. И если он не имеет клинических знаний, тогда он просто столкнется с невыполнимой для себя задачей, и что приведет просто к его выгоранию, и он может навредить этим человеку. Одно из направлений клинической психологии – нейропсихология. Она дает ключ к пониманию многих особенностей развития детей. Детские нейропсихологи работают как с больными, так и со здоровыми детьми. Шестилетний Артур с радостью занимается с нейропсихологом. Для эффективного и гармоничного развития мальчик учится правильно дышать, ползать, управлять своим телом. Каждое занятие помогает ребенку раскрепоститься, улучшить самочувствие. Нейропсихолог Матрена Сыровацкая проводит коррекцию с помощью двигательных упражнений, которые оптимизируют развитие нервной системы ребенка. Звездочка, пошли подтягивать. Голова, голова. Молодец, молодец, молодец. Всё. Ребенок затрудняется в какой-либо деятельности, например, по предмету, по математике, по географии. И там родители начинают работать с репетитором. А когда репетитор не помогает, уже можно обращаться к нейропсихологу. А тут уже мы начинаем работать. Сначала проводим диагностику и начинаем узнавать, какой часть мозга не мало функционирует. И исходя из этого, начинаем работать с данной деятельностью и начинаем развивать мозг. Например, лобная доля, песочная доля. Нейропсихологическую коррекцию лучше всего проводить в дошкольном и младшем школьном возрасте. Нейропсихолог работает и с детьми с гиперактивностью, аутизмом, синдромом дефицита внимания. Тут разного уровня дети приходят. Самое главное со стороны родителей, ответственность со стороны родителей. Потому что здесь не месяц сходим, здесь может быть 6 месяцев, 9 месяцев. Но если родители очень ответственно к этому подойдут, то результат уже бывает через месяц. На днях в столице состоялся Республиканский совет психологов. В мероприятии приняли участие более 80 практикующих психологов со всей республики. Специалисты обсудили перспективы развития психологии в полиэтническом регионе. Обменялись наработанными технологиями. Якутия специфична экстремальным климатическим условиям проживания. Соответственно, и менталитет у якутян отличается от классических канонов, прописанных в учебниках по психологии. Северные люди всегда отличаются сдержанностью эмоций, целеустремленностью, некими волевыми качествами. Но при этом мы не спыльчивые, мы не эмоциональные, и мы не столь быстрые в принятии решений. Потом и Республика Саха-Якутия, и народ Саха, и коренные жители Якутии относятся к так называемой культуре молчания. Самым ярким примером в мире по культуре молчания является японская культура. То есть нам не принято называть вещи своими именами, нами не принято говорить конкретные вещи. То есть здесь включается очень глубокое интуитивное мышление людей. Есть опыт, который уже может лечь в основе данных разработок. Поэтому у нас будет очень большой объем работы именно по методикам, по технологиям, по направлениям и даже немножко по методологии работы. В Якутске третий год работает мобильная кризисная служба, обеспечивающая безопасность детей. В работе с детьми, которые испытали физическое насилие, психологи службы практикуют метод телесно-ориентированной терапии. Дети индивидуальные и переживание травмы имеет каждый раз свою уникальность. Тело – это наш храм души. Соответственно, я именно через тело работаю с поведением, психологией, жертв насилия. Многие люди стали обращаться к психологам не только тогда, когда возникают ситуации, вызывающие негативные чувства, стресс, но и для самосовершенствования, укрепления семейных отношений. Грамотные психологи готовы помочь каждому направить жизнь в верное русло. В Якутии нет закона о психологической помощи. Поэтому психологи республики создали методический совет, который будет работать согласно единым стандартам ради эмоционального и физического благополучия якутян. Саргалана Фёдорова, Владимир Таюрский, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, Якутия. День за днём.